Благодарность нашему Господу, что Он дал нам такую возможность сегодня быть в общении. Мы его так называем «Библейская неделя», что каждый день есть собрание. И обычно темы на таких собраниях несколько отличаются от обычных собраний. И сегодня наша тема, которая сейчас будет в моей беседе, она тоже будет сколько-то отличаться. Материал, в общем-то, объемный, мест Писания. Все мысли, которые я буду говорить, они подтверждены текстами Священного Писания. Но если я буду читать все тексты Священного Писания, то нам не хватит времени. Поэтому я мысли буду высказывать, говорить, где это написано. Если вам это интересно, то можете конспектировать. Можно конспектировать. И еще, если кому сильно интересно, тот может получить копию конспекта этой беседы. Ну и там, наверное, запись будет, можно будет запись тоже слушать. А говорить мы будем о деньгах. Вы часто слышите проповеди про деньги? А? Нет? Ну, сегодня будет у нас беседа о деньгах. Кстати, в Библии про это много написано или мало? Братья и сестры, когда изучал эту тему, удивился очень много. Очень много, и про это надо проповедовать и говорить, и внушать, потому что в основном, я убедился, в основном, я не говорю уже за стенами церкви, в основном, в церкви понятие о деньгах неправильное. Неправильное. И нам намного легче будет жить, если у нас будет принципиально, правильное понятие такое, которое дает Писание. Итак, притчи, 15 глава, прошу прощения, 16 стих. Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нём тревога. Ну, в общем-то, речь здесь тоже идёт за деньги. В древности деньги выражали серебром. Серебром. Сейчас идёт деньги или валюта в настоящее время. Но они по значению равны. Если мы в Ветхом Завете читаем про серебро, расплачивали серебром. Например, Авраам покупал пещеру Махпелла за серебро. За серебро другие обмены. Кстати, Иуда продал Иисуса Христа за 30 серебряников тоже серебро. Так вот, нам с вами, хотим мы это или не хотим, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но приходится дело иметь с деньгами. И причём каждый день. Любостяжание, жадность к деньгам, смертный грех, он приравнен к блуду или к убийству. Если кто любит жадность к деньгам, это такой грех приводит к гибели. Но что Писание показывает, у нас в народе по-другому мнение. Любостяжанием грешат и богатые, и бедные. У нас больше понятия, что богатые – это грешники в отношении любостяжания, а бедных – нет. Нет, друзья. Библия показывает, что одинаково грешат и бедные, и богатые в отношении денег. Иисус учил, как относиться к серебру. Луки в 16 главе. Можно прочитать 1-14 стихов. С 1 по 14. Иисус учил, как относиться к серебру. Но те, кто любили деньги, те над ним смеялись. Не воспринималась эта истина. Друзья, и в наше время точно так же. Если кто так любит серебро, у него к истинам, в священном Писании, как будто сердце замкнуто. А это беда. Кончится гибель души. Итак, первый вопрос. Кому серебро принадлежит? Принадлежность серебра. В одной церкви, когда поговорил на эту тему, после беседы подошел ко мне человек и говорит, откуда ты взялся? Ты что, не знаешь, что деньги принадлежат банкирам, масонскому ложу и прочее? Я говорю, вы сильно ошибаетесь. Вы не читали, видимо, Писание. Писание говорит по-другому. Братья и сестры, серебро принадлежит Богу. Деньги принадлежат Богу. Все. И что в банках хранятся, и что золотой запас, который есть в каком государстве, и то, что у вас в кошельке. Все принадлежит Богу. Агея, вторая глава, восьмой стих. Мое серебро и мое золото говорит Господь. Иоиль, третья глава, пятый стих, такое же выражение. В Бытие, двадцать четвертая глава, тридцать пятый стих. Илезер говорит Лавану и его отцу такие слова. Бог дал Аврааму серебра и золото. Бог дает. И вам, нам с вами тоже. Причем Бог дает серебро и золото своею мерою. Про это написано в Оси, вторая глава, восьмой стих. Или в притче 22.2. Там такое выражение. А не знала она, что я умножил у нее серебро. Братья, больше, может быть, братьев касается. И сестер, жен тоже. Больше у нас зарплата появляется. Или меньше. Или в кошельке больше. Или выручка. Как зависит от Бога. Мы не хотим, может быть, это знать и признавать. Говорит, это моя рука мне делала, целую свою руку. Как в притче 31 главе. Иова 31 главе написано. Но это не так. Бог свое серебро или золото дает свою меру и своего большого накопления или имущества нам. Каждому свое. Причем Бог наблюдает за чекучестью серебра на земле. И за ценами, и за гирями Бог наблюдает. Сейчас вот много где ропот идет. Вот подорожание, подорожание. Друзья, но я вам хочу сказать другое, что Бог назначает цены. Посмотрите, сейчас я попробую вас в этом больше убедить. Вот Христос наблюдал в храме, как ложат в сокровищницу. Помните? Пришел в храм, сел. Это тот храм, который он назвал вертепом разбойников. Сел на спрость сокровищницы и наблюдал, как туда опускают. И сколько опускают. И что увидел? Вы помните? Богатые клали много от избытка. Все он наблюдал. Из каких мотивов, с каким чувством и сколько? И вдова. Из каких мотивов и сколько? И все это. И вдове он ничего не сказал, ученикам сказал. Она больше всех, братья, сестру я должен сказать, Христос и сегодня наблюдает. За своим Бог наблюдает. Его серебро, Его золото. Он наблюдает, как оно, текучесть идет. Вот Израиль выходил из Египта. Вы помните? Авраам еще когда видел этот ужас, 15 глава бытия, Бог ему говорит, да, твои потомки, 4 поколения, будут рабами, но потом они выйдут из Египта с большим имуществом. И когда это совершилось, Моисей внушил, так надо было, он внушил всем евреям, будете уходить у соседей, просите, и вам будут давать. Серебро, золото, драгоценные камни, одежду, все. И написано, и обобрали Египет. Вы помните это? Обобрали Египет. У меня вопрос. Справедливо или несправедливо? Ну, обобрали Египет. Справедливо это или нет? Братья, сестры, Бог несправедливо не поступает. Почему справедливо? Работали деды, работали отцы в рабстве, им не доплачивали. Потом заставляли делать кирпичи, вообще ничего не платили. Еще солому надо было собирать. Но это же что-то стоит. Теперь пришло время расплаты. И Бог этим руководил, временем расплаты. И то, что взяли у Египта, хватило идола построить, которого Моисея стер в порошок, скинию потом, всю золотом обложить. И еще много-много хватало. Так они обобрали. Потому что Египет должен был им отдать зарплату, премиальные, аккордные, и пению всю выплатить. И выплатили. В 20 веке египтяне вдруг спохватились. Слушай, нас, евреи, обобрали, когда выходили. И подали в Гаагский суд иск Израилю, государству Израиль, за то, что они их обобрали золотом, когда выходили из Египта. Но евреи, они же евреи. Они встречные заявления. За то, что мы вам построили города Рамсес, еще там, выплатите нам за построенные города. И сумма оказалась больше той, которую им иск предъявили. Ну, умеют считать. Братья и сестры, ну, что хочу сказать, что Бог наблюдает за текучестью серебра и в конечном счете справедливость восстанавливает. Я это потом еще раз попробую показать. Цена хлеба назначается на небе. Нам кажется, о, хлеб подорожал. Братья и сестры, читаем Откровение 6.6. «И услышал я голос говорящий пшеница, мера пшеницы, да, там написано, за динарии. И три меры ячмина за динарии. Хиникс, помните, да? Хиникс. Хиникс – это чуть больше, чем литровая банка. Ну, смотри, чуть больше объем литра. За динарии, то есть за цену рабочего дня. Вот до туда дойдет, когда-то великая скорбь. Но назначается на небе. Если христиане ропщат, о, дорого, дорого стало, да куда ты дерешь, там все. Грешат против кого? Против неба мы ропщим. Цены там назначаются. Ну, вот смотрите, Иисус Христос говорит, «Недвели, малые птицы продаются за осадь». Наблюдал за ценами? Братья и сестры, я наблюдал. И гири, если в сумме неверные, это мерзость пред Богом. Бог наблюдает и за ценами, и за гирями. И причем, надо сказать дальше, Богу будем давать отчет. Про это тоже написано, между прочим, многом из Писаний. Ну, Луки, 16 глава, 9 стих, 19 стих, 25 стихи написано. Верный в малом, во многом верен. Неверный в малом, неверен и во многом мало, это вот это отношение к серебру. Бог наблюдает и будем давать отчет, как относился к пяти копейкам, как к пяти тысячам. Оно с серебром очень интересно. Вот если у меня 100 рублей, легко поделить пополам? Ну, чтобы нуждающему седать. Легко, нет? Это не трудно. 100 рублей делится пополам. А 1000 рублей? А? Делится, тоже пополам делится, и не так уж и трудно. А 10 тысяч? Делится? Делится. А 100 тысяч? Делится. Ну, попробуйте поделить миллион пополам. и не делится. Вот и не делится. А? Почему? Да потому, что у вас его не было. А у кого он есть, у того не делится. Посмотрите вокруг. У кого больше, у того не делится. А у него не хватает еще одного рубля. Он бы готов и у другого забрать. но я хочу сказать, что мы перед Богом будем давать отчет. Вот Бог нам дал свою долю. Ты еще у другого гробару, если отчет будешь давать, не свое взял, отчет будешь давать, украл, отчет будешь давать, ленился, тоже будешь, ну, закопал, тоже будешь отчитываться будем за то, что Бог нам дал. Теперь давайте остановимся на таком вопросе назначения серебра. Ну, серебро, если Бог говорит, мое, мои деньги, какое назначение вообще у денег? По Писанию мы говорим. Значит, с Екклезиаста 10-19 написано, за все отвечает серебро, за все отвечают деньги. Вот смотрите, наши взаимоотношения, ну, в мире, в этом материальном, все построено, да, на эквиваленте ценности денег. Цена земли, ну, в Библию встречаем, вот купил, цена земли, причем, если покупали, должны были рассчитывать до юбилейного года там, или как, цена хлеба, цена работы, ну, труд продавался, нанимаешь человека, наемнику должны плату платить, все в деньгах выражалось, и сейчас тоже так же, местописания про это говорят, серебром исчисляется прибыль, вот это я затратил, это получил, я скажу, в свое время держал корову, мне было интересно стало, мне пожилые люди говорят, в 90-х годах было трудно жить, приобрели корову, стало легче, старые люди мне говорят, а корова, она помогает, бедному всегда помогает, я посчитал, о, интересно, рубль вкладываешь в корову, 4 получаешь, опять рубль из 4 вложил, еще 4 получил, прибыль идет, но она исчисляется, серебром платили налоги, платили штрафы, это было в Писании так, Самуил, когда говорит, будет у вас царь, вы будете его содержать за счет того, что будете ему платить, кстати, во второзаконе 22 глава, там описано штраф, в законе Моисеев написано, говорит, что если кто, братья, слушайте, оскорбит жену, он должен заплатить штраф 100 сиклей серебра, я на сегодняшний день посчитал, по сегодняшнему цену серебра, 1 сикль это 10 грамм серебра, на сегодняшнее выражение на русский наши рубли, это 70 тысяч, вот оскорбил жену, 70 тысяч штрафу, думаю, у вас бы один раз только получалось, потом сразу бы выправились, нет? Ну и обратно тоже, мужей нельзя оскорблять, 70 тысяч у нас не принято, да? Погрызались, обидели, ну потом, может быть, помирились, без штрафа обходится, но Писание вот так говорило, штраф 70 тысяч, серебром могла вноситься десятина в Дом Божий, до сих пор сохраняется, да? мы деньгами десятину вносим в Дом Божий, это по Писанию, причем духовной ценности серебром нельзя оценивать, вот материальной, пожалуйста, даже десятину, а духовной ценности нельзя оценивать, например, Симон пришел, да, и говорит, деньги принес, дайте мне дар раздавать Духа Святого, помните, да? Петр говорит, ты в узах неправды, за деньги такой не берется, да, нельзя, или вы за 55 главе написано, идите, покупайте без серебра спасения, да? вот есть ситуации в жизни, которые серебру не подвластны, у людей понятие такое, за серебро можно много, да? У Валаака тоже было такое понятие, он послал к Валааму дары, чтобы тот пришел и проклял, Валаам не пошел, тогда он что сделал? Больше послал и пришел Валааму, а братья в странном Писании говорит, есть ситуации, которые не подвластны серебру и даже в материальном плане, например, 3 царь, 21 глава, история с Новофеем, царь Ахав приходит к Новофею и говорит, продай мне твой участок земли, виноградник, Новофея отвечает, сохрани меня Бог, наследие отцов моих отдать или продать. Почему он так отвечает? он дерзкий такой? А почему? Закон Моисеев запрещал наследственный участок продавать или выменивать? Он должен был оставаться за тем, кому породу принадлежал. И Новофе говорит, сохрани меня Бог, на серебро это менять нельзя. Поплатился жизнью, в праведники вошел, но вот так случилось. Притча 6.35 Ревность мужа тоже не откупается. Если кто обольстил чужую жену и потом хочет серебром выкупить свою вину у мужа, которому нанес оскорбление, невозможно. Сколько бы ни увеличивал, миллиард пусть отдается, не уйдет ревность, не уйдет. И еще служение Богу. Служение Богу серебру неподвластно. Вот я уже сказал, в храме давали в сокровищницу кто-то много, кто-то мало. А кто оценивался больше? Ценилось усердие, не серебро оценивалось, усердие оценивалось. Или, например, читаем 4-я книга Царств, 5-я глава. Приходят Нейман к Елисею и приносят много серебра и переменные одежды, все. А Елисей что говорит? Не возьму. Исцеление рассказал, как получить, благословение от Бога дал, но серебро никак тут не присоединено. Жив Господь, не возьму. А когда его слуга Геезий попытался жив Господь возьму, вы помните, что случилось? Его проказа покрыла. Проказа покрыла. За то, что дело Божие пытался серебром соединить или оценить. Иисус Христос Матфея 10.8 ученикам говорит, даром получили, даром давайте. Духовно нам дается даром, и здесь никаким серебром дело не может быть. Заповеди о серебре. Я их нашел или хочу озвучить 10, где прямо написано, как нам быть с деньгами. И надо нам, друзья, об этом помнить. Это практика нашей жизни. Я уже сказал, что мы каждый день имеем дело с деньгами. И вот послушайте, как написано заповеди о серебре. Если будет у тебя много серебра, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое. Второзаконие восьмая глава. Если стал много пухлый кошелек, смотри, чтобы сердце твое не возгордилось, чтобы ты в сторону бедного не смотрел. О, это же я, а он такой, руки не оттуда растут. Или еще как-то. Смотри, так не должно быть. Другая заповедь. Чти Господа от имения твоего. Притча 3, 9. То есть, если мы имеем что-то, мы от этого что-то должны Господа чтить. Ну, во всяком случае, первое это десятина. Бог нам дает десять частей, и одну просит доброохотно вернуть Богу. Это справедливо. Это справедливо. Чти Бога от твоего Господа от имения твоего. Это его второзаконие в 14 главе написано. Еще одна заповедь. Не имей дело с серебром оскверненным грехом и неправдою. Вот Бог так учит. Нам не должно иметь дело с тем серебром, которое осквернено неправдою. или грехом. Ну, например, не вноси в Дом Божий написано плату блудницы или пса, или приобрел что-то нечестно. Это что будет? Неправдой приобретенное скверное серебро. И с таким вообще не надо иметь дело, потому что за это Бог взыщет. Нам надо всегда иметь рассудительность и дальновидность и не осквердять себя с таким делом, когда нечестно. Нечестно. Еще написано «Не давай брату твоему серебра в рост». А что это значит в рост? проценты, да? Приходит брат, просит займи 100 рублей, ну хорошо, но завтра отдашь 110. Это называется «дал в рост». Писание запрещает среди братьев, сестер такое дело использовать. Мне иногда пытаются доказать, хотят доказать, что можно. Инфляция существует. Надо вычитывать процент инфляции. А Писание говорит, что Бог смотрит и тебя благословит, если ты поступаешь по Писанию. А если будешь смотреть на инфляцию, то по инфляции наверное и получишь. Еще одна заповедь. Не ручайся за долги. Притча 22, глава 26, 27 стихи. Но таких мест много. Не ручайся за долги. Я не знаю как сейчас. Раньше это сильно было распространено. Банк например дает займ, но должны быть поручители. Я знал таких людей, которые пошли поручителем, а потом заемщик их так сказать бросил, а с банком должен рассчитываться кто? Поручитель. Писание учит напрямую. Вот из того, что имеешь, из того помоги ближнему. Если ты сам не имеешь, тебя никто не заставляет идти ручаться тем, что не имеешь. Ну, к примеру, приходит ко мне человек и просит, ну, ты поручись за меня, что я отдам. За что я поручаюсь или что я закладываю? Ну, то, что я не имею. Практически Бог мне дал мой дом, я же его не собираюсь отдавать. Должно бы быть так. Если он приходит, говорит, я нуждаюсь, но если я могу ему помочь из своего, пожалуйста, помогу. А если я из банка хочу ему помогать, ну, пусть он с банком и договаривается, но меня в это дело не втягивает. так учит Писание. Быть поручителем не должно, иначе доживешь до того, что из-под тебя и постель заберут. Так написано. Еще одна заповедь. Не забудьте о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Притча 23-4. Вот в наше время сильно распространена молодежь, хотят быть богатыми. Братья и сестры, что значит быть богатым? Побольше денег. Быть богатым, а что значит быть бедным? Значит, быть богатым, это значит иметь больше, чем мне надо. А быть бедным, это у меня не хватает сколько мне нужно для жизни. Есть беда иногда, что люди не умеют ума дать то, что имеют. У них много пропадает. Это другая тема. Но Писание говорит, вот быть, чтобы лежало, вот такие мысли забудь, не иметь. Вот Авраам был богатым, был, брать и сестры. Иов был богатым? Был. Что они делали со своим богатством? Благотворили, жили, другим помогали. Прочитайте Иова, например, очень богатый был, очень известный человек, но он там дает отчет, как он жил. И когда у него не стало, например, богатства, как он сказал? Бог давал, я использовал, бог забрал, а теперь без этого живу. То есть он считал, что ему дает бог. А если человек скажет, как в Луке в 12 главе, сломаю житницы и построю новую, и скажи, скажу душе моей, покойся, ешь, перевеселись, ибо на многие у тебя годы моё, богатство, мои, жительницы, моё, всё, ну, тогда беда, тогда беда. Ещё одна заповедь по серебру. Плата наёмнику должна быть отдана до утра. Вот нанял человека потолок подшить, нанял человек канаву выкопать, огород скопатель. Ты должен до утра ему отдать плату. Так учат Писания. Как у нас построено в основном, ну, в государстве, было построено в советское время, на две недели задерживали зарплату. Потом было построено на месяц, на 30 дней задерживали. Сейчас я не знаю, сейчас я пенсионер, не знаю, какой сейчас закон. Ну, то государственный, пусть государство перед Богом отвечает. Но для нас с вами, если мы где-то что-то нанимаем, Писание учат до утра, это очень мудро. Очень мудро. Почему? Если я нанял работника, и он плохо работает, я с ним сегодня рассчитался, а завтра я его не найму. Если я нанялся на работу, я сегодня плохо работаю, завтра меня здесь не ждут. И так я заинтересован заработать сегодня хорошо, чтобы завтра во мне понуждались. Очень мудро Бог сделал в своем законе. Так так вот, Писание так учит. До утра, чтобы он ложась спать или утром не вздыхал, а мог уже иметь что? Еще одна заповедь, евреям 13,5. Имейте нрав несребролюбивый. Это нам верующим написано, несребролюбивый. То есть не люби свои деньги стяжать, ну, в кошелек набивать. Не люби. И не люби чужие деньги считать. Это тоже грех сребролюбия. Считать чужие деньги. Ой, а сколько у него пенсия? А сколько он зарабатывает? Ох, а сколько у него? Ой, у него и то, и то. Продсёстры, это грех. Считать деньги надо свои и ума им давать, чтобы они приносили плод в Царство Небесному. А стяжать будет плохо, если только, так сказать, набирать. К сожалению, такие люди встречаются. Знакомую женщину встретил, она говорит, я умею деньги делать, тратить я их не умею. Ну, Бог ей послал таких детей, которые умеют тратить. И вот теперь она их делает, а дети тратят. Ну, как вы думаете, сладкая жизнь? Уже вот так загнутая вот и плохо. колоссианам, третья глава написано «Умертвите любостяжание». То есть, вот, собирательство денег или то, что товары иногда в 90-е годы трагический случай произошел в Алма-Ате. На рынке выкинули, снова давали мыло, очередь, и в этой очереди бабушку затоптали. Ну, одну бабушку тоже за мылом стояла. Затоптали насмерть. Теперь, ну, знали там, кто взяли, несут домой бабушку затоптанную. Зашли, и так, ура, положили, ну, ложитесь сюда, к топчан такой положили. Кто-то раз поднял, покрывало, а топчан-то весь из мыла, с початков мыла сложен. Это о чем говорится? Любостяжание, вы видите, имело много еще, хватит себе, внукам, и всем нет, и надо еще. Ну, конец, конец. Еще одно место заповеди связано Луки 16, 13. Не можете служить Богу и мамоне, богатству, серебру, не можете служить, не можете, это не получается. Я посмотрел, знаете, законы жизни и серебро, как оно сочетается. Очень интересно. Вот физические законы нельзя обмануть, да? Вода течет куда? Ну, где ниже? Точно так же и по серебру. Бог создал законы, и они подчиняются по отношению к серебру тоже Божьему порядку. Люди хотят, не хотят верить, что серебро подчинено Божьему закону. Ну, друзья, только на беду себе. Надо знать Божьи законы с серебром и с ними считаться. Вот. Вот я сейчас таких интересных моментов законы жизни и серебро семь перечислю. Очень интересно. Вот положительное отношение к десятине и к устройству Дома Божия приводит к материальному благословению. Отрицательное отношение к десятине лишает благ. про это написано в притчах в третьей главе, в Малахе в третьей главе, в Агея в первой главе. Разные люди про это говорят. И если мы по жизни возьмите, себя возьмите, вы убедитесь в этом. Люди, которые с благоговением относятся к десятине и выполняют, получают благословение. Люди, которые этой заповедью пренебрегают, у них постоянно не хватает денег. На Новый год семейно проводим. Спрашиваю, братья и сестры, давайте, каждая семья, поделитесь, какой вы урок вы учили за прошедший год. Ну, Бог же с вами беседует, преподает уроки. Вот брат один, молодая семья, говорит, я хочу поделиться. Мы с Наташей имели такое переживание. В общем-то, нас дома учили десятину приносить в церковь, но тут надо было машину купить. И я решил, я десятину пока не буду отдавать, чтобы меня на машину хватило. Куплю машину, а потом отдам и то, что экономил, и потом буду отдавать. Ну, так сделал. Купил машину, десятину не отдавал, чуть проехал и ДДП. Да такое глупое, что сам виноват. Теперь получилось, я в двойдом размере должен выплатить. И я понял, на десятине нельзя экономить. Ну, вот это житейский пример один. Кстати, иногда возникает вопрос, десятина это Ветхий Завет или это Новый Завет? Кто скажет? Так вот, десятина это Новый Завет. Первым, кто принес десятину, это кто? Авраам Мелхиседеку. Иисус Христос у нас священник по чину какому? Мелхиседек. А Моисей ввел это в Ветхий Завет, но десятина была до Моисея. До Моисея. И потом в послании евреям написано, А Левий, он будучи как бы в числах Авраама принес десятину и теперь это обязанность там и все. А нам-то она не обязанность, а нам это право, причем благословенное право Богу как в благодарность вернуть десятую часть. И это очень хорошо. И братья-сюстры, Писание прямо говорит, ну хотя бы в этом меня испытайте, принесите в Дом Божий десятины и посмотрите потом, какие у вас будут благословения. Я не один раз слышал такие свидетельства. Когда эту заповедь не выполнял, у меня постоянно были долги, проблемы, не мог свести концы с концами, как говорят. Когда стал строго наблюдать за этой заповедью, у меня перестали быть долги и меня как-то Бог стал благословлять. Не могу объяснить, но хватает. Я очень рад своим родителям, которые меня этому тоже научили. У нас дома был такой порядок, и я в своей семье его завел, сыновьям передал. Получаешь зарплату, сразу отдели десятую часть. Потом из этих оставшихся девяти уже распоряжайся. А то, что было, это твое, но десятую, отдай Господу. 40 рублей получил, 4 рубля отдай, 4 тысячи получил, отдай десятую часть, а Бог тебя благословит. И это точно так. Еще один закон жизни серебром. Боготворящий бедному дает займы Господу, и он воздаст ему, а кто закрывает глаза от бедного на том много проклятий. Это написано в Псалме в 40-м, потом в притчах в 19-й главе, в 28-й главе притчи написано. Бедному надо благотворить. Как определить бедного? Очень просто. Если у него меньше, чем у меня, можно уже думать и благотворить. Разделись с голодным хлеб твой. Если у тебя две одежды, можешь отдать одну соседу неимущему. Там не написано, что ты будь бедный, чтобы он был богатый. Нет, не так. Если он беднее тебя, ты можешь поделиться. Ты можешь поделиться. еще жадные до серебра наказываются богом уже в этой жизни. Братья и сестры, про это много мест писания. И в Амоса, и в Сафоне, и в притчах много. Жадные до серебра наказываются богом уже в этой жизни. Ну, зачем? Ну, чтобы покаялись. Чтобы покаялись, может быть, передумают. Еще один закон, связанный с деньгами. у кого серебро было поводом к беззаконию, того серебро станет добычей беззаконников. Председство, это закон. Если я серебро награбил, это серебро уйдет грабителям. Если я наворовал, оно в конечном счете уйдет кому? К ворам. Про это написано в Писании. Например, в Визикиле в 7 главе, в Аввакума во 2 главе, в Иеремии в 30 главе. Много раз написано. Если ты грабишь, уйдет, уйдет, честное Бог бережет, а нечестное оно кому принадлежит. Интересно, в одной семье, ну, не верующая семья была, приобретали. спереверывали. Решили все свои сокровища сберечь, ну, на черный день, как говорят, и спрятали. Ну, сокровища-то нажиты были таким путем сомнительным. Спрятали. Сын наркоман. Но они знали, что он наркоман. Они так спрятали, чтобы сын только не мог найти. Все. Проходит время, раз, нету. На кого? Туда, сюда, нету, и все. В конце концов, сыну говорят, слушай, ну, ты, наверное, взял. Да, я взял. Как ты нашел? А мне, дьявол сказал, где оно лежит. Прямым текстом. Да, сына давно живых нету. Он быстро кончил. Но он прямо сказал, дьявол сказал, а почему? Чье оно там получается? Оскверлено вот так, оно со скверной. Друзья, нам ни в коем случае не надо иметь дело с нечестными приобретениями, нечестным серебром. Оно добро не приносит. Еще одно закон. Желающие обогащаться впадают все эти искушения, похоти, бедствия, в пагубу. Первое Тимофея написано. Если я хожу с желанием, о, мне бы больше, мне бы больше, куда я попаду? В искушение и в пагубу. А скажите, желающие обогащаться, это богатые или бедные? А? И там, и там могут быть. Может, ничего не иметь, а желать и уже попадает в беду. А может, много иметь, еще хочет, тоже попадет и будет беда. Да? Притча 22.7. Должник делается рабом взаимодавца. Если я себе позволяю брать в долг, тогда что будет? Стану рабом. Один человек мне очень такой хороший урок преподал. Говорит, как жить так, чтобы себе беды не нажить в отношении серебра? И говорит, а вот так надо жить, по такому правилу. Если зарабатываешь 10 рублей в день, то тратить можно 9 рублей. А 1 рубль надо откладывать ну, скажем, в чулок. Если таким принципом будет жить, ну, это не 10, но сейчас мы рассуждаем, а вот в плане из 9 частей, так сказать. Если так будет жить, случится непредвиденное, ну, сломал ногу, ты не сможешь зарабатывать в это время 10 рублей в день, ты из чулка достанешь и перекроешь свой пробел. Если ты будешь зарабатывать 10 рублей в день и тратить 10 рублей в день, случится сломал ногу, и ты вынужден будешь попасть в долг. а как потом отдавать? А если ты будешь жить, зарабатывать 10 рублей в день, а позволять себе тратить в день 11 рублей, то ты будешь кем? Вечным должником, ну, их же надо где-то брать, занял, а опять 11 тратил, из чего отдавать? Таким образом, это житейская мудрость, но все-таки, чтобы в рабство не попасть, такую долговую яму, как называют, надо жить, растягивая, русская пословица хорошая, растягивая ножки по одежке. Да, не так много, может быть, где-то потуже лемешок, где-то еще Бог будет благословлять. Притча 27-24, еще один закон с серебром, это так написано, деньги не навек, богатство не навек, Бог распоряжается, может быть, как у Иова, было время, долго был, а потом вдруг стал бедным, и причем в одночасье, в одночасье. Мое время уходит, я еще хочу чуть-чуть сказать, значит, смотрите, мы имеем дело с серебром каждый день. Нам приходится покупать, продавать, написано, чтобы мы не обижали друг друга. Покупая, продавая, не обижайте друг друга. Авраам покупал пещеру, там написано за довольную цену, о чем это говорит? Если я покупаю у брата дом, кто должен быть доволен, я или брат, который мне продает? По Писанию брат. Я должен заботиться, чтобы брат был доволен, а он должен заботиться, чтобы я был доволен. А как по-настоящему или фактически бывает? Тот, кто продает, он цену завышает больше, чем действительно оно стоит, а тот, который покупает, пытается цену сбить ниже, чем оно действительно стоит. И потом говорит, худо-худо, отойдет хвалится. И начинают торговаться там и все. Но, знаете, все-таки, когда покупаем и продаем, мир, благословение друг друга должно быть дороже денег. Дороже денег. Я бы мог рассказывать пример, и нет уже времени, как искренние христиане продают, заботятся, чтобы благословение было при сделке купли-продажи. И Бог благословляет, Бог благословляет. Вот мы имеем дело с деньгами, когда нам их просто дают. Вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда вам деньги давали? А? Ну вот просто на тебе две тысячи. Не попадали? А я попадал. Вот попадал. И не один раз. Вы знаете, непросто. Как быть в такой ситуации? Опять надо пословица как говорит? Дают бери, бьет, беги, да? А как Писание говорит? А Писание говорит, что надо разбираться, надо разбираться. если дары делают слепимы зрячих. Если тебе дарят, ты можешь потерять духовное зрение. Обычно взятки где дают? Чтобы ты стал нечестным. Можно брать? Грех большой, нельзя. Нельзя, да? еще. Подарки портят сердце. Чье сердце? Тот, кто дарит, или тот, кто берет? А? Точно только, кто берет? посмотрите внимательно, портят сердце. И не только того, кто берет, и кто-то дарит, он тоже через совесть идет. Надо быть внимательным. Вот Аврааму царь Содомский говорит, вот забери все, только людей мне отдай. Авраам поднял руку и как говорит, клянусь перед Богом, ни нитки, ни ремня. Вот не возьму. А почему? Чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. Бог обогащается. Апостол Павел, интересно, от филиппийской церкви брал, они ему давали, он брал, от каринской церкви ни копейки. Вот говорит, любя вас, ну не возьму, потому что так надо было. И здесь бывают такие ситуации, когда надо просто взвешивать. Где-то можно брать, а где-то надо не брать. Например, Нейман, приехал к Елисею, Елисей, жив Господь, не возьму. Вот не возьму и всё. А Самуил, например, Саул спрашивает, где ослицы? Ну, он ему рассказал, они же ему заплатили за это, четверть цикла серебра там, помните? Так вот, когда имеем дело с кошельком, давайте я на этом наверное закончу, когда имеем дело с кошельком. Куда мы должны с кошелька деньги тратить? Первое, десятину. Второе, налоги мы обязаны платить. Кому честь, честь, кому оброк, оброк, мы обязаны налоги платить. Если кто-то скрывается от налогов, грешит, Бог потом больше берёт. Вы знаете, я не один случай знаю. Воруют электроэнергию, потом раз, крыша сгорела. И платит сколько? В разы больше, в разы больше. Налоги. Потом, забота о домашних. Кто не заботится о домашних, тот отрёкся от веры, хуже неверного. Ты должен, дом надо содержать, и топливо надо, и занавески надо, и ещё что-то надо, надо делать. и ещё забота о нищих. Нуждающих всегда имеете, заботясь о них написано. И вот на эти четыре статьи выделил из кошелька и зарплаты. Что осталось, то тебе, то тебе. Ничего не остаётся, да? Остаётся. братья сёстры одного брата спрашивают, ну вот расскажи, как, это во время гонения ещё было, расскажи, вот как, мы с тобой работаем одинаково, тебя лишают премии за то, что ты баптист, ты собрания собираешь, ходишь там к баптистам, зарплаты получают твоя меньше, чем у нас без премии, ты не занимаешь, у тебя детей больше, у нас меньше, как тебе хватает? Он говорит, очень просто, Бог сказал, если я буду жить ради Бога, то Бог во сто крат увеличивает моё, мой доход, а у вас нет, вот вы получили пять рублей, у вас пять рублей, пять рублей, а я получил пять рублей, у меня пять рублей превышается в пятьсот рублей, поэтому мне хватает, мне занимать не надо, о, так мы тоже так хотим, ну пошлите в баптисты, о нет, тогда не хотят, тогда не хотят, а ведь Бог действительно так делает, обувь не изнашивается, как у тех, одежда не ветшает, как у тех, машина не ломается, как у тех, мудрости дает, чтобы распоряжаться то, что есть, запросы где-то мы лишнего не берем, и нам хватает, и Бог благословляет, и великое приобретение быть благочестивым и довольным. очень печально, но это факт, вот посмотрите в Писании, все большие падения были из-за серебра, и люди падали безвозвратно, Валаам упал, а это был пророк знаменитый, Иуда упал, Анани и Сафира упали из-за серебра. Братья и сестры, эта опасность остается и сегодня. С серебром имеем дело, не надо быть в позиции Иуды, или Анани и Сафиры, или Валаама возлюбил мзду неправедную, будем стараться иметь страх Божий, когда имеем копейку в кошельке. С молитвой распоряжаться, Бог нас благословит. Аминь.